Пора средневекового рыцарства до сих пор будоражит умы людей. О том, как жили благородные воины, известно только из исторических хроник или романтической литературы того времени. Но за несколько прошедших столетий факты исказились, а понятие рыцарства обросло множеством мифов. Представляем вашему вниманию пять самых популярных заблуждений о средневековых рыцарях. Находясь в доспехах, рыцарь не мог самостоятельно забраться на лошадь. Говоря о средневековье, люди привыкли думать, что рыцари, закованные в броню, даже перемещаться самостоятельно не могли. А если уж упали, то встать без посторонней помощи не представлялось возможным. Тяжелые латы рыцари надевали только во время турниров, чтобы избежать ранений. Но в любое другое время, а тем более в сражениях на поле битвы, доспехи рыцарей не превышали 20 килограммов. Если он прогуливался в мирное время по улицам городов, то шлем, рукавицы и голени снимались, благо все было на удобных креплениях. Рыцари в доспехах неуязвимы. Миф о неуязвимости рыцарей в доспехах больше навеян романтической литературой. На заре рыцарства убить воина было действительно сложно, чаще его оглушали. Но с появлением арбалетов, более мощных луков с бронебойными стрелами, никакая броня уже не спасала рыцарей. Рыцари пренебрегали гигиеной. Многие думают, что от рыцарей жутко воняло от того, что из-за доспехов они часто ходили под себя. В Средневековье вообще остро стоял вопрос соблюдения гигиены. Поэтому благородные воины вели себя так же, как и все. Но это совершенно не значило, что им было все равно, как ходить в туалет. Доспехи же были сделаны так, чтобы максимально упростить естественную физиологическую процедуру. Штанов в современном понимании тогда не было. Рыцари носили шоссы – высокие чулки, которые крепились на поясе. Позже, в 15 веке, появился брагет – откидной клапан спереди. А неприятный запах от воинов легко объясним. Если надеть на себя все рыцарское обмундирование и взять в руки меч, да помахать им хотя бы с полчаса, то запах пота, смешанный с грязью, не заставит себя долго ждать. Многотысячные армии рыцарей. Еще одним заблуждением о рыцарях считается их большое количество. В 13 веке на Англию и Францию приходилось чуть менее трех тысяч рыцарей. Несмотря на такое незначительное количество, рыцарская кавалерия, закованная в доспехи, была серьезным видом войск. Пехоту составляли простолюдины, стрелки обеспечивали прикрытие, а рыцари были ударной силой. Еще одним немаловажным фактором относительно небольшого количества рыцарей было ограниченное количество боевых выносливых коней, способных нести на себе металлическую броню и всадника в латах. Рыцари ходили на подвиги в одиночку. В рыцарских романах весьма популярным является сюжет путешествия рыцаря на подвиги в одиночку. Но это заблуждение не соответствовало реальности. Всякий благородный воин имел при себе так называемое копье – небольшую группу, состоящую из оруженосцев, пажей, лучников, мечников. А так как вся эта свита была неблагородных кровей, за людей их можно было не считать. Вот и получается, что рыцарь якобы путешествовал в одиночку. Редактор субтитров А.Семкин